ребят всем привет у нас сегодня ночной рейд вот мы тут узнали что по информативной наводке здесь работают полицейские которых мы сейчас будем ловить это вообще нормально что вы будем ловить полицейские в общем они шкурят здесь народ ребят вот мы находимся в мытищах сейчас я вам делаю или покажу в общем и все сами видите больше ощущения что мы приехали грабить дурбан ребята вот те полицейские похоже мы пока не спалились выходим с камерами сразу они куда-то отъезжают да они нас узнали почему не на встречке стоит броник 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 снимать на встрече хочу обратить ваше внимание что они стоят на встреч и еду по встрече лишение все это на лишение все офигеть ребят блять они точно нас запалили а давай спросим а чё там случилось чё сейчас я открою дверь ага удалил я шокер зашел на цехи снимать мы что-то ребят машина отойдет кто-то ломится да мы не к тебе мы к ним кому к мусорам да конечно да бля братан я понял ты вилла я кому я тебе факт показал дальние до быть вас там много мы не по твою душу чувак мы к ним как я понял заебал это этот это кто замутил алик все войне алика это хозяин этого магазина короче на хозяин магазин зови а чё нахуй вообще они ты видел лоб лоб стояли да видели ну или же для чего лишь ухо а нахер один на встречку вы езжи а вот да да ты понял а нахуй ты меня снимаешь что дурак едет так просто на всякий пожарный ты удали эту тупую и все и давай иди смысл давай иди ну смысле ты идешь домой по делам давай я сейчас может блять давай я свой дипс заряжу и блять раздавлю нахуй твою машину не давай ты сейчас нахуй едешь лет на пять просто не все давай давай у тебя получится получится конечно давай ты раздавай это пригоняет джип если не пригонишь ты пиздабол а не мужчина поняла зная вайс такой пиздаболы в рот ебут Знаю, это вот ты, когда будешь пиздоболом, тебя будут в рот ебать, правильно? Вот, а знаешь, такой пиздобол? А я не пиздобол, братан. Ну, где машина, где джип? Давай. Давай, стой, ты, давай. Давай, чё ты? Давай, давай. Слушай, чё ты, а ты камеру нахуй выключишь? Да зачем? Ты без камеры мужчина, что ли, а с камеры нет. А значит, ты-то ассыкло ебать. А саных знаешь, что делают? Саных в жопу ебут ебать. А ты знаешь, да, я знаю, ты знаешь. В основном, а, я не знаю, я не саный, понял? Ты чё хочешь? Давай, нахуй, по понятиям, не будем базарить. А зачем по понятиям? Ты по понятиям живешь? Нет, я не живу по нему. А, ну, молодец, чё ты, ассыкло. Ну, давай, иди, куда шёл, давай, иди. Иди реально, куда шёл. Ебать, спокойно, бля, иди, куда шёл. Иди, куда шёл. Ты слышишь? Вот вы про мусоров, ебать, туда-сюда, да и нет, я просто, блядь, сработать тяжёлого дня. Ну, вот и верил. Ну, вот и верил. А чё ты к нам пришёл? Ничего страшного, ничего страшного не будет. Мы с ней страшного, я на Юптубе не хочу. Хочешь, я тебе сейчас стекло оторву, и что мне будет за это? Давай, брат, пароль. Это максимум будет, я штраф двух у тебя заплачу. Двуху, ну, давай проверим. Ты чё, блядь, не веришь? Мне пофигу ещё, понял? Нет, ты не веришь, это твоя машина? Конечно, моя. Я оторву, нахуй, стекло. И ты обосышься, а твой друг будет мёрзнуть, ебать, и без стекла поедет. Хо-хо, как смешно, ебать, да? Очень. А хуль ты красавица? Ну, ты ответишь потом за поступку? Да в смысле ответишь? Ну, отсидишь потом. А ты меня найдёшь? А, ты свалишь, да? Ты как настоящий мужчина, свалишь. А, конечно. Молодец. Братан, у меня, блядь, дядя МВД Москва, район Свау, ебать, держит. Давай. Представляешь? Как фамилия? А, вы, короче, мусоров, хлопка. Как фамилия? Давай, как фамилия? А, ты уверен? Уверен. Давай, как фамилия? Ну, давай, назови, чё ты. Давай, проверим. Ну, так, что ли? Ну. Короче, ты, этот, систему антимусорадный, я в отдел сейчас позвоню в третий и... Давай, давай, мы сейчас только что оттуда, и сейчас опять туда поедем. Давай, 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 ага. Там, да, да, ты прав, ты прав, кто там работает. Всё, ребят, без шагов, и остались, вот. Вы пропиздавали, блядь, 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 блядь. Куда? Всё, что ли? Это всё? Это всё? Чё? Чё? Оперативная съёмка. Это был настоящий пацан, который отвечает за свои слова. Что, ментов вызвали? Знаете, что самое главное, братан? Да, да. Я же обычный гражданин. Молодец. И просто, прикинь, могу тебе ебло набить. Да. Ну давай, рискни. Можешь. Просто, ну я же обычный гражданин. Я же, блядь, ну, я же не мусорской никакой. Ну, молодец. Ты много чего можешь сделать. Смотри, ты можешь залезть вот на этот знак, там, не знаю, посидеть на нём. Ну я не знаю, что ты ещё просто хочешь сделать. Ну могу, блядь, пока вы здесь стоите, бегать домой, блядь, достать какой-нибудь пневмот и уебать вам по колёсам, чтоб вы не уехали. Либо достать нож сейчас из кармана и достать вам, уебать по колёсам, чтоб вы б нахуй не уехали отсюда. А? Бабочку как? Я могу достать? Не надо, братан. Братан, не надо, я тебя прошу. Ну а чё будет? Чё ты делаешь? Не надо, не надо угрожать. А, вы из прокуратуры ебать. Ну, псивы ещё свои по мозгам попрятали ебать. Конечно. А, только по мозгам попрятали, даже не по карману ебать. Короче, мы тебе даем одну минуту, чтоб свалить отсюда, иначе отсюда не свалишь. Иначе ты ляжешь здесь. Я тебе серьёзно. Иначе поедешь. Поеду? Да. А за что? Минута пошла. Не, а за что поеду? Ну, знаешь. Ну, минута пошла, всё. Как бы, ты хочешь сваливай, хочешь нет. А давай я, может, через минуту вернусь. Давай? Нет, ты свалишь, больше сюда не приедешь. Ты уверен? Что? Нет, ты уверен? Смотри в мои глаза. Ну, я хочу, чтоб ты свалил, больше сюда не приходил. А, тебе, блядь, хочется денег заработать, да? Каких денег? Слушай, иди по-добру, по-здоровому. Тебе желаем всего доброго. Ты отработал смену, зачерик на заводе отпахал, не знаешь, что-то там делал. Да. Ты, видимо, выпил, да, расслабился, иди домой. Иди отдыхай дальше. Вот, по-хорошему. А чё? Нет, а чё будет по-плохому? Ну, ты узнаешь, хочешь узнать, осталось. Зачем? Ты любознательный такой. А давай я, короче, через пару минут вернусь лучше. Зачем? И так будет интересней с дядей. С дядей? Да хочешь всё это. А вот так, и как говорится, я вот на джипе, вот я тебе говорю, с этого поворот, я сейчас выеду, братуха. Ты машинку не трогай. Да, а чё, чё с ней будет? Не знаю, чё с ней будет. Она сломается, я обидел её? Да. Она твоя киска? Я не нравится. Ты её лижешь по двигателю? Моя киска в зоне риска. Ты её по двигателю лижешь? Иногда. А, ебанья. Ты психологически, главное, хуй с тобой, ты уравновешенный. Ясень. Психологически. Ну, я тебе говорю, сейчас хуё вам станет. Ты смотри, чтоб тебя не стало, самый главный. Короче, минута прошла. Блин, он рядом со мной, напрягает реально. Я не могу сидеть рядом. Чё? Звони, звони, звони. Давай, я тебе говорю, я сейчас приколюсь над вами. Давай, давай. Бугарну. Давай, давай. Вот это я в камеру говорю. Привет. Давай, давай. Дебилы, блядь. Гонченые. Офигеть. Пока, пока. Это город неадекватов каких. Здравствуйте. Срочно нужны сотрудники полиции. Правда, я не знаю, по какому адресу. Тут мытищи, шаурма, выпечка. Сейчас адрес скажем. Тут молодой человек оскорбительно приставал к гражданам, угрожал порче имущества ножом и там еще чем-то. Но он сказал, что сейчас возьмет бабочку, короче, и это все. Да. Силикатная улица, рядом 14. Колеса прокулят. Нет, я их не видел. Нет, только угрожает, вот тут матом ругается, видимо, в нетрезвом виде. Вот. Силикатная улица. Рядом с 14 домом. Силикатная улица, дом 14. Рядом тут кафе шаурма. Да. Снимай, снимай, то снимай. Тоже снимать. Ты такой тупой. Блин. Ага, ага. Сзади снимай. Михалыч, пошел. Страшно, ведь тебя предупреждали и свалил, да? Молодец. Да, дядя, нет, с тетей. Это не он, наверное, или он. Это он. Тоже еще. А он и он. А он, конечно, он бутыл. Красавчик еще есть. Он реально уедет. Кончита. Кончита, блин. Приятного аппетита тебе. А вы, короче, надеетесь въебать этот магазин, чтобы, это, алкоголь отпустили, да? А, ты типа их предупредить хотел, да? Да нет, зачем предупреждать? А ты накуренный что ли, братан? У тебя что-то глазенки слишком красные. Я накуренный на меня смотри. Я накуренный. Нет, ты не накуренный. Почему нет? Ты в очках. А почему он накуренный? Хочешь не ему? У тебя очки, потому что это у тебя зданированное. Накуренный нет? Ну, а я не вижу. Стекло слишком низко опущено. Слишком высоко, точнее. Да нет, ты под порохом, под анфиком. Ты меня спалил. Капец, что делал бы? Ты меня снимаешь, дурак, блядь. Что делал бы? Ты спалил меня, слышь? Что ты делал бы? Я, короче, это, я просто в натуре добрый гражданин просто захожу каждый день за пирожками. Не, красавчик, красавчик, серьезно. За пирожками, правда. А вот нахуй вы это пасете все? Вот мне это тебе интересно. Слушай, мы благодаря тебе узнаем, что тут торгуют бухлом, оказывается, ночью. Как? Торгуют, говорю, бухлом тут ночью, да? В смысле? Вы от меня это не узнали. Как это? Ты только что сказал. На две камеры сказал. В смысле? Я говорю, что вы пасете и пытаетесь, как, въебать здесь людей, которые, блядь, покупают здесь бухло. Так этого не здесь не происходит. А ты покупаешь тут бухло? А? Покупаешь тут бухло? Ну да. Ну. У тебя бутылка в пакете. До девяти, а? Сейчас девять вечера, у тебя бутылка в пакете. Да, братан. Сейчас время уже, сейчас. Эта бутылка, значит, ты еще на работе, дружище. Ни хера себе. А? Блин. А где ты? А где ты работаешь? Где я работаю, братан? А я свои личные информации не должен. А, ну не надо. Просто мне интересно, ты дегустатором водки работаешь? А ты кто такой? Или в баре? Чтобы спрашивать мне, кто я работаю? Кем я работаю или где? Павлик. А? Павлик! Павлик? Да. Это наркоман который что ли? Павлик из интернета? Нет, который не наркоман. Торчок? Хотя нет, ты же сказал, я под порохом, в принципе. Ну да. Да. Не, ну то есть смотри, вы все это видите, отслеживаете, и я, бля, купил у нее бутылку и въебал ее. Вы что, гоните что ли пацаны? Ну ты сам скажи как было. На хуй ты меня разводишь. Ну ты сам скажи как было. Я же, блядь, я же, я тебе говорю, я на работе начал бухать эту бутылку, я заебался, 14 часов работал. Так иди домой, да пей ее, что ты знаешь, ты стоишь? Да нет, на хуй ты меня разводишь на тот разговор, как будто я купил ее здесь. Да кому ты ее где купил? Ну ты ее где купил? Да что, я не слышал? Но где и когда ты ее купил? Скажем. Я ее у себя в магазине в магните купил, там где и работаю. Тебе что показать? В магните, то есть бухаю? А, это нормально, это мы встречаем. В смысле бухаю в магните? Ну ты там работаешь и бухаешь, правильно? Нет, я работаю там и купил ее в конце своей смены. Ты то что сказал, ты еще и на работе начал. Или я как-то не так тебя понял? Ты наверное не так как ты меня понял. На работе ты короче не бухал, правильно? Нет конечно. А, ну все. Просто мы в магните как-то встречали эту директрису, которая бухая там была со своим хахалем. Короче пацаны, давайте выйдем по сигарете, покурим нормально. Да мы не курим. Вы все не курите спортсмены прям? Да я. А, только баранку крутится. Конечно. Ну я кручу баранку, пацаны вот снимают. А пацаны камеру крутят? Конечно. Да. Видосик крутится, лавэхо мультиц, как говорится. Ни хуя. Ну главное чтобы я себя в Ютубе не увидел. Слушай, ну если ты удалишь Ютуб, ты себя не увидишь. Ты сейчас пошутил что ли? Нет. Правда сказал. В натуре? Я только правду говорю всегда. А, вы только короче это. А, вы короче на каналы зарабатываете. Вы это блогер или как это называется? Но если ты заведешь свой канал, я по крайней мере вижу, ты будешь нормально зарабатывать. Нет, это как без шуток. Нет, я знаешь, я вот верю только. Знаешь, кто нормально зарабатывает там? Это есть этот, в доту играет во вторую. Ну они кстати нормально работают. Его зовут, я забыл как блять. Ну короче он один и короче ему где-то тысяч по семь сутки короче копает. Круто чувак. Ты тоже так хочешь зарабатывать? Блин, хватит светить своим фонарем, хорош. Один снимает, ты давай может завязываешь. Да нет, и развязываю только. У нас стерео, понимаешь? А, ебать, кто больше снял, тот больше заработал. Конечно, ты что, это конкуренция? Качественный контент. Вот нахуй это все снимаете, я просто не понимаю. А нахуй ты к нам подходит? Да я просто тебе говорю, что здесь не продают алкоголь. Ну и ради бога, мы не зайти сюда приехали. Я не с тобой разговариваю, молчи. Да сейчас я тебе замолчу, рот свой закрой, понял? Ни хрена, а ты кто такой? А ты кто такой? Это мой дерзкий пассажир. Слушай, он дерзкий, как пуля резкая. Дерзкий? Дубину свою достанет? Я уже достану. Дилда. Блин, я член тогда свой достану. Ой, блядь, ну зачем ты людей пугать будешь-то? Вы будете меряться, что ли? Пацаны, ну серьезно. Блин, ну да, с Витьком не будем меряться. Не будем, да, ребята. Светленький, как этот, как его, как его, блядь. Сейчас, этот. Бля, у кого там хуй большой в этом? Немцы, 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 они такие светленькие. Да, у них елда большая. Вообще. Ты... Ну это, блядь, если с истории написано, там, в интернете, если, да... Я уж подумал, что ты гей, извини. Ты не гей? Блядь, да хорош, ебать, ты... Ну ты не гей? Да уйди отсюда и все, если тебе что-то не нравится. Ты тему-то не переводи, ты гей или нет? Что-то на тему ты переводи. Давай завязывай, слышишь? Ну ты не гей? Ну гей или нет? Просто скажи, да, нет. Что ты на отвечаешь? Ну вы угораете, что ли? Ну ты не отвечаешь, что ли? За такие слова знаешь, что делать? Рот разрывает нахуй. За какие? Я просто спросил тебя. Спросил. Не, не хочешь, не отвечай как бы. Твое дело. Я не то, чтобы плохо относился, если что. Тебя в натуре, походу, мамка плохо воспитывала. Ужасно. А? Ужасно. Ужасно. Блядь, заебись. Да. Смотри, твой друг нервничает с тебя, походу он гей. Ну я тебя не оскорбил, брат, да? Нормально все? Все отлично, да? Я думаю, тебе пора куда-нибудь... Уйти отсюда. Да? А что случится, если я не уйду? Ну посмотрим. Ну, не знаю. Я думаю, ты можешь приключений интересных себе найти. Таких-нибудь. Приключений интересных? Это каким способом? Ну, я не знаю. Ты любишь такие приключения, которые появляются внезапно. Ну как это внезапно? Ну внезапно. Бац и бац и что-то произошло прямо резко. Пару пацанов сорвется ебать там, блядь, со стороны. Ну, ты любишь такие приключения, которые резко настают? Я получу пизды, да? Прям жжу? Не, зачем? Да при чем-то? Какое насилие? Мы против насилия. Вот. Ну ты любишь такие приключения? Какие? Ну конкретно. Если ты будешь дальше здесь стоять, такие приключения тебя найдут. Я сказал-то все. Тебя микрофон записывал хоть? Не знаю. Да. А если я сейчас представляю, с десяти метров... Что? Пасун на свой капот, да? Ты экспериментатор? Я предсказал. Он человек, у него нет капота, понимаешь? Не, ну он сидит в машине. Ай, я забыл, у вас же одна-два машина на двоих. На троих. Ладно, ребят, вы снимаете дальше свое кино. Спасибо. У вас нихуя не получится. Да, вот только я не понимаю, зачем ты к нам подходишь, когда мы здесь сидим и снимаем. У меня логики это не поддаётся. Ты просрочку в магните продаёшь? Как? Просрочку продаёшь в магните? Да я не занимаюсь, я не знаю, что это такое. Работаю на свою зарплату. Ты в магните чем занимаешься? Работаю, уставляю товар на прилавке и всё. А просрочку не ты собираешь? Какую нахуй просрочку? Просрочку, там срок годности есть. А в алкоголе есть просрочка? А ты в алкоголе чистом? В алкоголе и во фреше и всё. В пиве точно есть. Что мне, яблоки тухлые продавать? Ну, яблоки не знаю. Яблоки, если только они с гнельцой бывают. Ну, ты давай завязывай, братан, правда. А пиво не продаешь? Пиво часто в магните просроченное, да. Часто, да? Да. Ну, извини, не в нашем магазине, мы его списываем и нахуй кидываем. В телегах. Нормально. Там, знаешь, два яруса в телеге. Молодцы. Ну, если так, то молодцы. Молодцы, сейчас живут в конце. Мы отличники. Молодцы. Что отличники? Разговор у нас тут. Да. Короче, ладно, пацаны. Ну, все. Работайте. Да. Счастливо тебе. Работай, аккурате, да? Счастливо. Ну, сколько можно-то, сколько можно с нами разговаривать? Давай, серьезно, диспальти. Да иди, иди, иди. Нет, мне просто интересно это хуйня в натуре. Мне доебаться нет такого. Я маленько выпил просто и все. Ну, и мы видим. И это бессмысленная хуйня. А то, что вы здесь ждете въебать кого-то с алкоголем не получится, правда? Здесь вот в 9 часов максимум мне продавали пиво. Ну, нам не то, чтобы пофиг на этот алкоголь, мы просто не заедем. Так, а зачем? За то, что... Смотри, мы подъехали, чтобы докопаться до ментов, я тебе скажу. А потом мы остановились, и побежал какой-то чувак, и начинал показывать им факи, слушай. Да нет, я знаю, что въебать мусоров хотели, которые крышуют здесь всю эту хуйню ебать. А они крышуют здесь? Нет. А это что они крышут, скажем? Да мусора же все крышуют, всю нашу Россию мусора крышут, нет? Нет, это понятно, конечно. Ну вот, я тебе про это и говорю. Не ты еще ее будешь крышевать? Кто еще? Если не мусора? Нет, я тебе просто говорю, что, блядь, ну, мусора крышуют всю хуйню. Я понимаю. Вот и все. Да. И что ты с этим будешь делать? Да и что, блядь, что делать? Ты будешь вообще как-то... Да это, блядь, это 90, братан, братан. Ты будешь вообще как-то завоевывать свою страну? У меня спина заболела, ебать, я четырнадцать часов на ногах ебать. Я стою раком перед тобой, блядь. Ну, не перед тобой, конечно, но... А тебя никто не заставляет. Блядь, ты там, блядь, помолчал бы, ладно? Слушай, слушай, рот закрой свой, понял? Я не с тобой делал. Это мой дерзкий пассажир, понимаешь? Я общаюсь с человеком, который... Свой рот закрыл, блядь, как передо мной? Понял, блядь? Понял. Все. С детства, с детства понял, братан. Это за меня, смотри. Вот что ты с этим делаешь? Вот. Ты в смысле, зачем? Да, зачем? В смысле, ты мне, короче, уже в уши начинаешь втрескивать ту хуйню свою, я понял. Это человек, который 14 часов отработал, бухнул певчелы там и, блин... Не певчелы, водки, опять озер ебал, почти пузырь. Ну, водки, неважно. И не доживешь до пенсии, да, согласен, до 70 лет вряд ли мы с тобой доживем. Все, я это понимаю, братан, я все это понимаю. И типа, блядь, мусора охуели, да? Ну, вместо этого ты, блин, дальше бухнул водки, блин, отработал там за сколько, за 20 тысяч рублей, там 25, да, и пошел домой, блин. Понимаешь? И то, блин... А потом твои сыновья, потом твои дети, они, как бы, блядь, заходят и так же алкоголь покупают, да, в магазинах, туда-сюда, и все это крышуют мусора, да? Ты про это хочешь? Ты мне на это мне кажется? Про это тоже, если ты ничего не будешь делать, то, конечно, так и будет. Ты хочешь, чтобы твои дети так же покупали бухло, блин, работали за копейки и не выходили на пенсию? Я понимаю, почему ты клонишь, братан. Ну, хочешь ты этого или нет? Да, конечно, хочу. Все так выросли, братан. Пипец. Да это не пипец. Я не хочу, чтобы моим детям продавали продавщицы. Более того, я не хочу, чтобы мои дети вообще шли и покупали бухло. Ни в 14, ни в 18, ни в 25. Больше всего ты не хочешь, чтобы это не твои дети делали, а вообще чужие и все наши России дети. Конечно. Ну, чтобы бухло, это то, что реально, блин, надо. Так вот, я тебе говорю, что в этом магазине она не продает после 9. Да мне пофигу, продает она после 9 или нет в данном случае. Понимаешь? Да я понимаю, короче. Когда, если бы за бухлом как бы, то мы по-другому сделали. А, все, я понял, почему он такой дерзкий. Знаешь, почему? Потому что система УБ работает. Вот и все. Все, ребят, давайте, я понял, кто вы. Ну, давайте. Это. Счастливо. 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 Ну, что могу сказать, что этот чувак сказочный чувак. И, короче, что это типичный, в принципе, представитель русского народа, который отработал. Хрен его знает сколько там часов, да, за какие-то копейки. При этом пенсии у него вообще не будет. Бухнул водяры, водочки, да, сразу после работы. И все, дошел до дома, ему скучно, не до кого докопаться. Ну, есть тихие, как бы, кто тихо, как бы, доходит до дома и бухает. Ну, есть такие, как бы, да. Так что, ну, в принципе, он, как мы видим, там, максимум, что делает, угрожает. Ну, или он просто, не знаю, испугался нас, да. Мы на него произвели неизгладимое впечатление. Вот. А я видел, что он отвечал на вопрос, твоя семья будет точно так же, типа, вести. Или как ты вот задал этот, да, вопрос. Он говорит, да, так же, типа, а чего нет. Да, точно все так, да. Вот это терпично терпило, как бы, поэтому. Он, короче, ничего не хочет менять, его все устраивает. Ну, как бы, в глубине душевого, конечно, понимает, что это плохо и что-то надо поменять. Ну, ему просто лень, блин. Вот. Нам, кстати, с полицией звонят на прямом эфире. Алло. Алло. Да, да. Алло, это полиция, 3-й отдел полиции, оперативный дежурный Рожков. Мне нужен Павел Владимирович Сафронов. Здравствуйте, Рожков, да, это я. Что у вас случилось, Павел Владимирович, расскажите. Смотрите, подъехали мы тут к магазину. Хачапури, шурма, выпечка. Ага. И тут стояли сотрудники полиции, и они уезжали, да. Ага. Смотрите. И им вслед бежит пьяный мужчина с пакетом и показывает им факи. Ага. Вот. А потом этот пьяный мужчина пристал к нам и, собственно, там угрожал ножом, там, ну, на словах, да. Оскорблительно приставал, ругался матом, там, и прочее. Но он уже сейчас... Куда делся этот гражданин-то? Убежал. Вот две полицейские машины проехали, даже не остановились, вот, ну, около нас и около него. А он куда-то ушел. Вы сейчас где находитесь? Мы сейчас тут в магазине находимся, мы сейчас, наверное, в отдел поедем. Вот. Ага. Так что... Заявление писать по-другому? Ну, да, да, напишем заявление. Но он ушел, в принципе, вот, тут, я думаю, вряд ли его поймаем. Во двор и ушел. Вот, во двор и ушел, да. Вот. Ну, посмотрим сейчас этого гражданина. Вы знаете, да, адреса к делу? Ну, конечно, мы только что же у вас были. В смысле? А, вы... Ну, конечно. Вы заявление, что ли, писали? Да, у вас уникальный город, на самом деле, вот, серьезно, вот, мы просто в шоке. Мы просто в шоке, если честно. Вот. Кто у вас тут живет. Давайте, приходите, напишите на этого гражданина. Хорошо. Давайте, давайте. Придете сами? Давайте, подходите. Да, 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 мы сейчас выезжаем. Да, давайте. Ну, вот, оперативный дежурный Рожков. Ну... Пирожков. Господи. Ну, реально, блин, мы редко, очень редко где сталкиваемся, на самом деле, с таким... Ну, как бы, это просто какая-то... Что-то кармическое, да? У нас пацанов сейчас просто задергали, там, закрыли, да? Угу. И тут же у них на территории, да, пьяное быдло, которое говорит нам, что этот магазин крыхует мусора, да? Ха-ха-ха-ха. И... А, реально, в заявлении так и напишем. Пьяное быдло, которое там оскорбительно присылало, и сообщило, что данный магазин крыхует мусора. Вот. Вот. И сказала, что бухло здесь не продают, но вы это не поймаете, там, или как это... Ну, да, и что, главное, что он работник магнита. Да, главное, что он работник магнита, и, собственно, и заведует отделом бухла и фруктов. Вот. Ну, короче, я не знаю, что. Все, да. Да. Ну, это пикетс какой-то, ребят. Короче, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите, что думаете об этом. Я вот не знаю, что им написал в комментариях. Первый комментарий, мол, был бы полный пипец вообще какой-то. Вот. Там, что там... Да. Подпишитесь на канал, в общем, нажмите на колокольчик. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Вот. В Боре тоже есть инстаграм, между прочим. Да, на него тоже необходимо подписаться. Он там часто выкладывает все дела. Да, да, да. А даже если не часто, то будет чаще. Быстро! Садись, поехали! Ребят, скорая с Комяком проехала.